Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа Зона Правды. В рамках этой программы мы говорим со зрителями, значит, с горожанами о самых насущных, актуальных проблемах, темах, значит, интересующих наших горожан на сегодняшний момент. Значит, ну, одно из главных тем прошедшей недели, это у нас, конечно же, празднование праздника Курбан-Байрам, с чем мы тоже вас поздравляем. Вот, массовые мероприятия в Хасавюрте прошли в этом плане, очень активное участие приняли благотворительные фонды, и благотворительный фонд «Инстан», и благотворительный фонд «Чистое сердце». Значит, активное участие принимают у нас общественные движения, в том числе и молодежные. Это отрадно это констатировать, это отрадно показывать. Значит, в ближайших выпусках информационной программы «Пульс» на телеканале «Герес» будут соответствующие репортажи об этом. Поэтому, как говорится, приглашаю всех зрителей каждый день в 20.00, значит, следить за жизнью города, следить за событиями, которые в нем происходят. Значит, сегодня мы поговорим об итогах выступления сборной Дагестана, которая фактически состояла из представительниц города Хасавюрт, на 16-м всероссийском фестивале женского спорта «Красота, грация, идеал» в городе Анапа. Отобрались туда, значит, наши девушки по итогам республиканского фестиваля, который состоялся в «Эсбирбаши». Вот, значит, выступили там наши девушки не менее удачно, в принципе, как говорится, продолжая славные традиции из года в год, как говорится, не избавляя от темпов, оборотов и держа на высоком уровне, так сказать, планку результативности. Значит, об итогах поговорить мы сегодня пригласили начальника отдела по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования города Хасавюрт Магавдали Абдурахман Гаджевича Гази Магомедова, заместителя директора Дворца культуры «Спартак» Алжанар Абдулазизовну, непосредственно участника этого фестиваля, и Мариат Абдулазизовну Мухудинову, тренер-предпетля по волейболу. Значит, ну, справа от меня, значит, непосредственно участницы, они уже, как говорится, расскажут о, как говорится, событиях уже не со стороны трибуны, а, значит, все это в действии. Ну и руководил, значит, сопровождал наших голышек, значит, Магавдали Абдурахман Гаджевич, вот. И, значит, вам первое, значит, слово, как, на ваш взгляд, ну, такое вот успешное выступление, в чем, как говорится, секрет, человек, который, значит, естественно, застаршего был в этом плане. Саламу айкум, уважаемые наши горожане, уважаемые зрители. Я хотел бы поздравить в первую очередь с прошедшим нашим праздником Курбан-Байрам и поздравить всех жителей нашего города с этим праздником. Ну, конечно, как вы сказали, Найжула, я хотел бы сказать, что вот с 5 по 10 вот этого месяца сентября проходило в Анапе, значит, всероссийские культурно-спортирные мероприятия среди женщин. Называется она «Грация, красота, грация, идеал». И в этом мероприятии, значит, выступали наши девушки. В основном она составлена из класса юртовцев, и с нами были и несколько из других участниц городов. Ну, конечно, хотелось бы сказать, что победительницами горянки в городе Избирбаш нашей республики стала наша команда, и по итогам этих соревнований мы поехали в Анапу. В Анапе, значит, наша команда выступила, можно сказать, очень хорошо. Из всего 8 номинаций, которые там были, из 8 номинаций, 4 номинации выиграли наши девушки. Ровно половину. Ровно половину выиграли наши девушки. И это, значит, в первую очередь хотел бы отметить первое место по общей физической подготовке заняла Мирзабекова Саида. Она, значит, работает у нас тренером-преподавателем по штанге. И третье место в общей физической подготовке заняла, значит, вот Мария Мухудинова, которая вот с нами сидит и присутствует здесь. Что хотелось бы сказать, значит, борьба была упорная. На соревнованиях были 22 женских команд со всей России. Ну, ты представляешь, в связи 22 сборных. Длиноногих, спортивных, высоких, красивых. Так, высокие, красивые и длиноногие, это на самом деле так. Наши девушки брали в основном упорством и трудом. Вот такое у меня место. Вот в этом свете, вот мне, Алжанат Бабеговна, будет к вам вопрос. Вот вы неоднократный участник этих Саидан, какую по счету вы? В Анапе участие, в Анапе именно. Четвертый по счету, доброго вечера, дорогие зрители. Четвертый по счету, и один год я не поехала, так как у нас ожидалось пополнение семьи, это был прошлый год. А вот до этого, в предыдущие два года мы ездили, и в плане культуры мы, конечно, занимали первые места. И в этом году точно так же заняли в плане культуры первые места. Вот я что хотел сказать, вот там было 22 сборные, да, вот они уже из года в год знают, что сборная Дагестана оттуда, значит, забирает первое место, призовые места, да. Вот как они относятся, имеется в виду, к вам, вот, может, есть какая-то потаенная такая неприязнь, опять приехали. Нет, нет, вы знаете, как раз-таки к нам отношение очень такое доброе и положительное. Вот первый год, когда мы поехали, когда я поехала, вот чувствовалось вот такое отношение, да, Дагестан, там, да что вы, как бы, ну, такая неприязанная. Криязнь немножко была, может быть, вот это национализм, что ли, какой-то. Но мы, вы знаете, у нас настолько харизматичная команда собралась, у нас такие девочки веселые, шустрые, мы нашли общий язык со всеми командами, мы нашли общий язык с руководителями, организаторами этого фестиваля, у нас хорошие отношения, мы в социальных сетях дружим, мы, как бы, на протяжении года общаемся с этими людьми и уже встречаемся непосредственно в Анапе, и уже, вот, как одна большая семья. Они, вот как, объявляют, что победила там какая-то команда, выходит там представитель, похлопали, да, а вот выходит представитель Дагестана за своей грамотой, это уже, как бы, на такой официальном награждении. Такие овации, такие вот визги, я не знаю, это, наверное, как-то, я не знаю, очень тёплые отношения, это радует, и вот мы ждём каждый год вот этой поездки, и каждый раз думаем, хоть бы в Дагестане никто не пришёл, вот бы мы держали свою планку, чтобы прорваться на этот фестиваль, и ещё один раз. Да, участвовать, как говорится, аппетит, говорит, проходит во время еды. Да, да, да. Я ещё добавлю, она жила к тому, что она сказала, я поехал первый раз, и был, честно говоря, удивлён встречей, вот, дагестанцев, видимо, про предыдущие мои, которые ездили до меня, видимо, оставили предшественники, оставили такой хороший след, и когда наши участницы туда проезжали, они начинали обнимать, целоваться друг с другом, и так далее, такое уютное, хорошее отношение было, я был, честно говоря, удивлён. Ну, и ещё, вот, я хочу сказать, кроме вот тех спортивных достижений, действительно, Абхасаёд славится культурным и творческим коллективом города, это одна из лучших культурных столиц, можно сказать, вот, по всему Дагестану, и то, что вот они показывали, были, приехали даже наши хасавюртовцы, я не буду говорить, болельщики за нами поболеть, они были удивлены. Я когда заходил в гостиницу, меня начали встречать, и поздравляли, каждая из команд поздравляла, и даже те люди, которые с нами жили в гостинице, они были приятно удивлены, и говорили, спасибо за ваш концерт, вот, это было, помимо того, что мы на стадионе каждый день соревнуемся, а вечером, когда девочки показали, это вот Айна Аблазизова, её творчество, Рима, она же, Исаева, и, конечно, весь коллектив спортсменов должны там участвовать, они такую, это, создали такую атмосферу уютную среди девушек, которые, кроме спорта, ничего не видели, или начали артистично они играть, это было очень, очень красочно было видеть. Спорт и культура рядом, и вот эти люди спортивные, они действительно, какой-то потенциал творческий, видимо, внутри есть, и вот когда вот этот сценарий составляет, да, шанс, да, да, ты представляешь, они настолько артистичны, особенно Саида, она у нас всегда, мужчин же нет, женский фестиваль, вот она у нас в плане всегда в одежде мужчины, там, или там в национальном костюне, в этот раз она была такая в усах, вся такая, многожён такой был, дагестанский мужчина, она очаровала всех, она молодец, конечно, и девчата, мы были просто в шоке, вот девчата такие скромненькие, тихие, побежали там, потренировались, а вот когда вот собрались в Спартаке, да, вот мы как-то репетировали, вот они как начали себя выдавать, думаю, боже мой, то можно забирать сразу всех в наш ДК Спартаке, чтобы они там концерты выдавали гражданам, как все время. Вот если поговорить уж поподробнее, какие, значит, Саидом Вали были, какие были дисциплины, в каких дисциплинах сильнее всего сборная была Дагестана, Дагестана были, раз уж так, и в какие дисциплины нам надо ещё чуть-чуть потянуться? Ну, в плане спортивных дисциплин, наверное, лучше скажет он, я думаю. Я скажу вот так, конечно, по волейболу нам их не догнать, не перегнать, потому что... Высокие. Это не высокие, они профессионалы, они с ранних лет этим занимаются. Они профессионалы, и те люди, которые играли, допустим, в высшей лиге или первой лиге, они мастера спорта, мастера спорта международного класса, когда приходят туда и наши низенькие девушки, конечно, никакой конкуренции. И в Дагестане нету таких людей, которые могли бы соперничать с ними. Вот это откровенно... В волейболе. В волейболе, да. Ну, я думаю, сейчас глава республики приложит все усилия для того, чтобы... Что, чтобы разъявить этот... Мы надеемся на него, потому что он вот мужской волейбол очень хорошо развивает в Дагестане. Я надеюсь, что и будет развиваться женский волейбол. До женского тоже дойдет. До женского тоже дойдет. Но есть такие виды спорта, настольный теннис, там тоже играют мастера спорта, да. Ну, бывшие, будем говорить, эти девочки. Но у нас пока нету таких, которые могли бы... Вот одна у нас женщина была, мы ее из Бербраша брали, это Харахаш. Люда, Людмила. Людмила, очень хорошая, интересная, заводная. Она заняла здесь на первенстве республики первое место, но все равно соперничать с ними очень сложно и тяжело. Эти люди профессионально и систематично занимаются этим. Мы раз в год собираемся, в волейбол поиграем там, где-то там... Не буду спрашивать, с каким счетом они вас выигрывают. Не спрашивайте, как я играла в волейбол лучше. Ну, из 141, ну, почти 140 участников по дартсу наша девушка заняла восьмое место. Да, 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 да. Это достойный результат. Это достойный результат. Потом, значит, были в виде спорта, который мы можем и должны были выиграть. Допустим, вот там 100-метровый калий. Общая физическая партия. Нет, это там нет. Другие, вот, например, есть там, которые об введении мяча, там троеборье есть такое смешанное... Эстафета. Смешанная, комбинированная. Смешанная, смешанная эстафета. Мы могли бы выиграть. Мы могли бы еще в других видах спорта. Поэтому выигрывали первое место. Да, и говорят мне, выигрывали наши. Но в этом году как-то конкуренция как-то такого и не получилось. Ну, может быть, если мы в следующем году выиграем республику, уже будем по-другому оценивать эту ситуацию. И почаще будем заниматься. И будем именно с тематическим. Да, уже. С тематически к этому придем. Вот, надеюсь на это. А какие, значит, дисциплины нам дались, как сказать, лучше всего? Вот, знаете, общая физическая подготовка. Вот там трои борьбы. Там, значит, кидание мяча, баскетбольного мяча из-за головы. Потом бег. И туда же ходят прыгания на скалкалке. И отжимания. И сгибания, разбирания рук. Физически, вот, физически развитие в виде спорта для наших девочек это не проблема. Проблемы, которые, вот, как мы говорим уже, вот этот же, профессиональные такие, волейболы и такие виды спорта для нас проблемы. А так, остальное мы могли бы пройти. В плане физически там, наверное, Саида показала. Она показала для нас. Она молодец. И что самое удивительное, ее встречают каждый год, оказывается, как героинь. Она там вообще среди всех. Она звезда. Она звезда там. А вот в культурном, значит, в культурном программе, что показало нам, ну, не нам, а зрителям, значит, анатолийная программа. Что удалось ли показать, вот как хотелось, да, вот, имеется в виду. Ну, так как у нас по России празднует год кино, вот, и в Дагестане 2016 год объявлен годом гор, я решила собрать эти две темы в одно единое. И составила такой сценарий с применением песен из Золотого фонда нашей кинематографии. Вот. Потом также мы сделали такую небольшую юмористическую сценку. Также мы спели песню на русском языке про Дагестан. Мы также одели свои костюмы. Они ждут от нас вот этих наших национальных костюмов. Они прям восхищаются нашими костюмами. Слава Всевышнему, что у нас культура настолько развитая, нам есть что показать. У нас много народов, у каждой народности свои костюмы. Мы вот каждый раз едем, и каждый раз от каждой народности разные красивые костюмы. Они проходят, фотографируются с нами, смотрят на эту красоту. А это что? А это как? Вот. Потом мы авторскую песню, авторскую, что музыка как бы уже готовая была, и написали текст, именно посвященный 16-летию Всероссийского фестиваля Кастаграция Идеала. Вот как бы завершили этим моментом. Но мы там не забыли и о нашем юбилее города Хасавюрт. Хоть мы и поехали от республики, мы, конечно, не могли не отметить о том, что наш любимый город празднует 85 лет. Мы повезли с собой песню Шамиля Ханакаева, про Хасавюрт. Вот, они всегда ждут, они всегда нас оставляют. Что ж вы Шамиля-то не повезли туда самого? Вот Шамиль Ханакаева у нас очень важная персона, у него очень много мероприятий. Он, кстати, приехал, нас поддержал в Эсбербарше, он поддержал все там. Все люди были в восторге. Мы были на втором плане, он был селфи там со всеми, короче, как говорится. Вот. И вот мы завершили вот этой песней, и они ждут от нас, чтобы... Они всегда нас ставят на конец программы всей. Мы завершаем, да, завершаем, да. И они больше нас танцуют лесгинку, выходят, и все прям, все подряд, все, нас уже не видно там, и организаторы, и участницы, и все выходят на эту площадку и зажигают по полной. Вот так вот мы завершили песни о Хасавюрте, этот прекрасный фестиваль. Знаете, здесь, наверное, так сказать, это продолжение, ну, продолжение традиции, потому что любая, допустим, русская, украинская свадьба на территории всей России заканчивается всегда лесгинкой. Да, потому что это даже, это как постулат такой. Вот. А что же показывают команды-соперницы? Нам не будем говорить. Что показывают они? В этом году, кстати, мы для себя-то заметили, кстати, неплохой, вот эти поездки, они, мы делимся и опытом. Вот они что-то у нас перенимают, мы вот у них. Вот в этом году команда, если я не ошибаюсь, это была команда... Выборга, Ленинградский. Выборга, Выборга, да. Они такую интересную сценку придумали. Вот они, Маша и Медведь, да, вот все эти девчата, 9 человек у них, да, все они, 9 марш, каждая индивидуально о себе что-то там рассказывает. Вот все такое вот, стихотворное в форме собранный такой сценарий. Замечательно, с юмором, такая шикарная сценка получилась. Мы как-то для себя тоже какие-то моменты переняли у них, вот, на будущее. Это как бы один медведь и 9 марш. Да, 9 и 9 марш, да. Там очень интересно, я думаю, Айна, вот скорым временем это покажет, наверное. Конечно, да, надо будет в какой-нибудь праздник включить это все. Это будет праздник, включить это будет очень интересно. Вот. Обычные танцы какие-то бывают. И, честно, вот я всегда жду, вот думаю, русские, они, вот почему какие-то вот русские народные танцы. Это же можно. Мы-то, например, Лизгинка там, я не знаю. Вот все, какие у нас есть танцы, мы стараемся свою культуру. Ну, они-то более к эстрадному такому направлению, более склонны, потому что они какие-то красивые танцы с зонтами, там какие-то у них с каких-то, с применениями каких-то атрибутов танцев, у них песни, сольные идут, там стихи кто-то сочиняет, у кого-то хобби что-то, там, я не знаю, вот мы тоже свое хобби повезли, кто чем занимается. Девочка нарисует, повезла своей картины. Я там варенье варю, повезла варенье своей. Да, да, с подарками, как говорится. Вот, вот так вот карты. Варенье не зря с собой забрала. Варенье помогло. Девочка бисер плетет тоже наша, повезла им красивые розочки там сприла. А сюда ни бисер, ни варенье не принесли. Ой, вы же не сказали, что на конкурсной основе. Значит, что я хотел сказать, пока я совсем не забыл. Значит, вот наши девочки, значит, что получили? Получили мисс Идеал, да? Да. Вот, за что была эта статуэтка? Чуть-чуть, чуточку так подробно, если мы поверхностно вдруг по ней прошлись. Ну, критерии, наверное, такие. Активность человека, участие, как бы, во всех этих конкурсах, соревнованиях каких-то. Насколько человек активно себя проявляет, насколько он себя, свою харизматичность показывает. И вот они вот наблюдают на протяжении всего фестиваля, начиная от соревнований, завершая творческим конкурсом. И уже последний день на банкете они уже, вот этих людей, у них там свои жюри, которые согласовывают, у руководителей там данные наши, конечно, берут, у них у самих есть эти данные. И вот таким образом у нас каждый год, мы ни разу еще не возвращались бы с этой статуэтки. Прошлые годы Саида Межзабекова, Рима Исаева приезжали с этими статуэтками. Это и есть, как бы, основная награда на этом фестивале, потому что сам фестиваль «Все российские красоты» – идеал Грация. И вот в каждом возрасте выбирают красоту, идеал, грацию. Ну, отрадно, отрадно, что можно сказать. Вот, значит, дипломы… Это прошлого года, это прошлого года мы культуру побеждали, да. Значит, вот, диплом первой степени награждается Абдул Азизова Алжанат по вице конкурса «Мисс Красота Грация Идеал» «Все российского фестиваля женского спорта» в номинации «Мисс Идеал». Вот, это, значит, статуэтка и этот диплом вместе с ним. Но, что, значит, для всей сборной было важно, это вот диплом первой степени. Кстати, его сегодня вручали на аппаратном совещании глава муниципального образования Зайдин Дадр Ильич Акмазов и, значит, председатель городского собрания депутатов Зайдин Дадаев, значит, вручали. Вот этот диплом, значит, команда Республики Дагестан за первое место в конкурсе художественной самодеятельности российского фестиваля женского спорта. Вот, значит, там еще диплом был, значит, за подписью министра спорта. Вот министра спорта, ее получила вот у Худинова Марья, она, которая заняла третье место в этом фестивале, и Мирзобекова Саида за подписью Мутко. Они получили дипломы первой и третьей степени за общую физическую подготовку, которой они заняли первое и третье места. Ну, вот, как я понял, значит, по физическому направлению у нас, значит, тон задавали Саида и Мариат. Да. Вот, в связи с этим к Мариат Абдулайну будет вопрос такой вот. Ну, первый раз, да, поехали? Получается. Второй. Второй. Ну, новичок, можно сказать. Да. Вот, какие впечатления производит фестиваль и какая разница между республиканским, значит, конкурсом и всероссийским конкурсом? Где тяжелее все-таки? Тяжелее, конечно, соперничать. Ой, здравствуйте, добрый вечер, дорогие телепрители. Тяжелее, конечно, в Анапе было, потому что соперничать с спортсменками высшего разряда, высшего уровня намного сложнее, чем республиканскими. Здесь хоть можно найти равных себе, а там, можно сказать, девочки высшего уровня, мастера спорта. Поэтому, ну, в Анапе было намного интереснее, это, можно сказать, повысило, как сказать, стиму, да, стиму чуть-чуть. Увидела не только республиканские соревнования, да, всероссийские увидела. Это было очень интересно, что я сейчас скажу. Значит, интересные знакомства, вот какой-то обмен опыта, вот как влияет, имеется в виду, как влияет на свое внутреннее развитие вот такого рода, участие в таких соревнованиях. Она на протяжении всего волейбола, она говорит, я приеду домой, мои дети будут играть вот так же, я приеду домой. Они будут играть вот так же, опыт по волейболу. Ну, наверное, там для себя много нового можно отметить, да, в первой командной игре. И много нового можно отметить, и технические, да, все. А вот я, что хотел спросить, вот такого рода, значит, среди школ организовать, какой-то вот идеи не возникало, вот, чтобы... Бывить, в волейболисты, да. Не, бывает же, вот, с клоном более. Нет, я не имею в виду только волейболисты. Я имею в виду сейчас, вот, подобного рода, говорю, вот есть республиканский этап, да, вот. Почему, допустим, не сделать городской этап? Да, городской этап. Понимаете, в чем дело? Вот мы над этим задумались, потому что у нас как-то общество чуть-чуть более замкнутое, оно, и девочки как бы ни в спорт не идут, и как-то у нас, видимо, оно поставлено так. Менталитет, менталитет, а первые места занимаются. Мы думаем, это со временем мы будем, и мы уже думаем над этим, что будем развивать вот это все. Прежде чем мы поедем туда, в Избирбаш, в следующем году, мы проведем свое, вот здесь, в городе, и чтобы оно придало более большой резонанс, чтобы участвовали женщины, которые хотят вот как-то проявить себя, когда хотят или в спорте проявить, или в творчестве проявить, или где-то хотят проявить. Мы эти будем таланты, и эти спортивные, или культурные, или выявлять, и этих людей мы будем только возить. Так что у вас есть шанс попасть на этот фестиваль. Да, шанс, как говорится, есть всегда. Есть, ну, у меня, наверное, раз уже тут мы собрались, пользуясь, как говорится, случаем, была бы одна маленькая просьба. Вы все-таки, все-таки не забудьте нашу съемочную группу в следующий раз, чтобы мы вот это все не рассказывали, а рассказывая, показывали. Это тоже правильно. Вот здесь все будет намного интереснее. Мы сегодня второй человек, который об этом говорит, и корреспонденты Дружбы тоже говорили. Может, в следующем году нам тоже поехать? На самом деле, это... Ну, вы знаете, это уже вам выбирать текст, текст вам лучше, или видео вам лучше. Это уже, да. Тем более у вас нет профессиональных фотографий и видео. Я не буду как бы здесь намекать, но видео вы сами, наверное, поднимаете. Правильное замечание. Правильное замечание. Вот, но в связи с этим, наверное, вот Магадали Абдурахман Гаджевич, вот хотелось бы еще вот, ну, 2016 год практически, уже девятый месяц, уже экватор, как говорится, давно уже пройден, вот, спортивных мероприятий в Хасафьюрте, наверное, было пройдено уйма просто, мягко говоря. Вот, какие, значит, соревнования запомнились, какие соревнования, значит, прошли у нас, значит, на таком высоком, как бы, уровне общереспубликанского значения, вот. И потом мы с вами поговорим о том мероприятии, который у нас предстоит в октябре месяце. Да, да, да. Я хотел бы рассказать о вот недавнем мероприятии, которое прошло два дня только тому назад, назывался он фестиваль единоборств, где участвовали по трем видам спорта. Это греко-римская борьба, вольная борьба и дзюдо. Значит, оно проходило в школе имени Умаханова и Батырова, где во дворце спорта Гамида Гамидова, и, значит, участвовали пять серо-кавказских команд. Это, значит, Калмыкия была, Осетия, Ингушетия, Чечня, Кавардино-Балкария, Дагестан. И все города, кроме, я говорил, Южно-Сохо-Кумска и Извербаша, все города республики Дагестан участвовали в этих мероприятиях. Значит, посетили наши мероприятия председатель правительства Адусамад Гамидов, значит, глава администрации Занедин Дадабекович Акмазов и, значит, министр образования Шахабас Шахов. Ну, соревнования, я бы хотел сказать, прошли на высоком уровне. И организатором этих мероприятий были именно наши ребята, вот директор спортивной школы имени Батырова Абакаров и имам Паша Умаханов, которые вот все это организовали совместно, плюс управление образованием нашего города, министерство образования и, конечно же, наша администрация во главе с главой нашей администрации и с отделом по физической культуре и спорту. То есть это была инициатива Шахабаса Умаханова? Инициатива была именно вот этих людей, вот школа имени Батырова Абакара Абакарова и вот имам Паша Умаханова, они вот создали такое прекрасное... Если об итогах говорить, как выступили? Выступили в Хаса-Юрдице, там общий зачет считался по трем видам спорта, так как у нас в Хаса-Юрдице чуть-чуть слабее развита дзюдо и греко-римская борьба, вольная борьба у нас развита на очень высоком уровне. Наша команда заняла второе место после города Кизелюрд и Чечня заняла третье место. Вот поэтому... Но в принципе без призового места не остались. Нет, без призового места не остались. Мы, конечно, этим недовольны, что мы сегодня вот как раз перед тем, как прийти сюда, мы разговаривали с Абакаром Абакаровым. Я ему говорю, это недостаточно того, что мы... И он мне объяснял, какие сложились ситуации, которые препятствовали этому. Но мы будем объясняться и разговаривать на эту тему. Ну, я помню, значит, даже знамятое выражение Саида Пашидаровича, когда он говорил, второе место ведь не результат. Не результат. Сразу вот, второе место, не результат. Вот. Ну, в плане джюдо, как мне кажется, есть прекрасный городской центр развития джюдо. Там есть молодые ребята, которые уже, в принципе, участвуют. Какие-то соревнования имеют джюдо. Участвуют ли наши ребята? Наши ребята участвуют везде. Вот. У нас джюдо развивается, кроме того, что вы сказали, она жила вот в городском центре джюдо. У нас дети занимаются, вот в школе-интернате есть джюдо. У нас вот Спартак. Есть у нас в школе Батырова. Есть у нас джюдо. Но как-то она не выходит, будем говорить, вот как у Кизилюрта, она не выходит на передовые эти самые. Сегодня, как вы подчеркнули, Саид Паша Дарбишевич дал такой толчок и вольной борьбе, и всем видам спорта, потому что вот такого, как в Хасаверте развитие всех видов спорта, и сразу заодно охватить, видимо, невозможно было. И он такой толчок дал этому всему, что у нас в городе считается мекка и борьбы. И вот приходил Абдусамат Гамидов, говорит, значит, председатель правительства, это говорит, считая, что Хасаверд спортивная столица Дагестана. Вот это все было проделано Саид Большая Дарбишевичем Махановым. И, конечно же, это продолжается вот нынешней администрацией Акмазовым, Данилдином Дадабековичем. Я думаю, мы будем и дальше все это развивать. Мы будем и джюдо развивать, мы будем развивать и греко-римскую борьбу, и все виды спорта, которые у нас культивируются. А культивируются у нас 24 вида спорта в городе Хасаверд. 24 вида спорта сегодня занимаются. 24 видами спорта в городе Хасаверд. Я думаю, таким результатом даже Махачкала не может. Я что хотел, я извиняюсь, что перебил, вот в этом свете в октябре месяце нас ждет действительно большой праздник спорта, это межконтинентальный кубок. Восьмой раз, если я не ошибаюсь, разыгрывается этот кубок. Теперь какие ожидания, какие эмоции сегодня? Да, вот первый оргкомитет был проведен с участием заместительного министра Гайдербека Гайдербекова, с участием главы администрации Акмазова и Заня Геннады Байкевича. И руководством нашего города был организован первый оргкомитет. Ну, работаем над этим, работает вся администрация, работать будем мы ежедневно. Вот сегодня у нас первоочередное мероприятие, которое мы готовимся. Это вот день города, который будет проходить 24 сентября. И после этого вот этот межконтинентальный кубок, он находится в календаре Фила. Приезжают руководители Фила, приезжают многие страны на сегодняшний день. Значит, как мне сказали, Польша, США, Азербайджан и еще одна страна. Четыре страны дали положительные отклики, что они будут участвовать в этом. Даже говорят, США будет. У нас Саид Башадар Бишевич, видимо, принимает их, будет организовывать для них учебные тренировочные сборы перед этим турниром. Поэтому вот такая работа ведется. Американцы один раз, по-моему, участвовали? Они участвовали два-три раза. Были они у нас. Вот мы по этому турниру можем сказать, что Министерство спорта и мы лично, вот наше спортивное общество, которое находится в городе Хасовет, послали пригласительные приглашения в 29 страны мира. Мы ожидаем 10-12 стран обязательно, я думаю, что будут участвовать у нас на турнире. Ну, хороший такой, большой турнир. Большой турнир и мы ожидаем, конечно же, хороших результатов и от хасавюртовцев, и, конечно же, от всего нашего города единственное мероприятие, которое собирает столько людей в городе и приобрещается к спорту. И мы видим и учимся от других стран, как это развивается в других странах, как идет борьба, в каком направлении она идет. Вот такие у нас единственное мероприятие. Такая, можно сказать, площадка для проведения анализа. Есть, было такое, значит, поговорка такая была в период, когда наши хасавюртовцы выигрывали Олимпийские игры. Я помню, было такое, что выиграл, говорит, чемпионат Хасавюрта, считай, выиграл Олимпийские игры. Вот настолько конкуренция была, значит, сильная. Но раз уж коснулись юбилея, я для уважаемых физики еще раз напомню, 24 сентября Хасавюрт будет праздновать 85-летие со дня статуса, значит, провоздают статуса города Хасавюрт и 170-летие, значит, образования слободы Хасавюрт. Вот, у меня будет, наверное, вопрос к вам, Алжар Пеговна. Какой, значит, ваш коллектив, я знаю, что у вас сейчас ДК «Спартак» капитальнейший ремонт, можно сказать, проводится. Вот, какие задумки, какие мероприятия, что смогут увидеть горожане, вот, значит, приедя 24 сентября в ДК «Спартак»? Ну, параллельно с капитальным ремонтом мы успеваем еще и культурную часть подготавливать. Вот, планируется, помимо открытий школ, там, детсадика, по-моему, если я не ошибаюсь, в самом ДК «Спартак» будет проходить художественная выставка. Вот, мы пригласили молодого художника Шамиль Закарьяев, он уже на сегодняшний день написал около 20 картин о городе Хасавюрт. Вот, вот, серия, которая будет называться «Мой любимый Хасавюрт». Вот, вот такая вот выставка в нашем фойе, мы планируем ее организовать. Также у нас будет книжная выставка, библиотека имени Расула Гамзатова, центральная городская библиотека, под руководством Эльмира Нурмагомедовича. Тоже у него очень хороший такой клад прекрасных книг, которые он принесет на эту выставку, зрители смогут подойти, посмотреть, ознакомиться с интересной информацией. Вот, также у нас будут принимать участие в конкурсе кондитерские, коммерческие, вот эти, как их называют? Частные, частные, коммерческие, частные кондитерские, лавки будем называть, кондитерская лавка. Да, самые лучшие, самые лучшие в городе, они будут принимать участие и свои красивые торты, красивые там печености, это все принесут, так же будет и вкусная часть. В общем, изделия будут на суд горожан, как говорится. На суд горожан, да, будет у нас такой небольшой фуршет, чай пить, но это как бы такая неформальная обстановка. Вот, также будет концерт, у нас будет ДК «Спартак» проходить. Кто бы сомневался. Ну да, без него никак. Вот, будет хороший, шикарный концерт при помощи наших центров культуры, наших артистов, артистов нашего города, Молодости Дагестана, Эхогор. У нас немало таких прекрасных коллективов, которые смогут выдать для гостей и для горожан прекрасный концерт. Вот, также мы планируем вечером, уже часам четырем, во всех парках нашего города провести тоже такие концерты, куда смогут прийти уже, ну, в зал не все поместятся, да, а в парках как-то те люди, которые смогут выбраться, для них культурную такую программу мы организуем в наших парках. Ну, такая обширная, значит, программа, программа ожидается у нас. А что же у нас со спортом во время юбилея? Я скажу, не менее, обширная программа и по спорту у нас. Мы на стадионе имени Арсена Муртазалиева хотим провести в этот день кросс среди вузов, СУЗов. Значит, у нас будет среди юношей мини-футбол на этом поле проводиться. Мы хотим провести открытое первенство по волейболу. Значит, мы хотим в этот же день провести стритбол первенства города. Это все на стадионе? Это все на стадионе. Это, знаете, вот есть там по стритболу отдельное место для волейбола, есть площадка у нас, беговые дорожки для кросса. И, конечно же, на поле будет у нас мини-футбол. Мы вот 19-го числа начинаем, зона Дагестана начинается у нас по боксу, а финальную часть мы хотим вот в этом критом, в нашем критом зале, где вот есть физкультурно-оздоровственный комплекс Арадашин. Мы хотим это сделать, значит, финальные бои в день города. А кто будет принимать участие? Мне просто интересно, в этом кроссе заявки как-то заразили. Мы вот сейчас предупреждаем, отправляем, звоним, созваниваемся со всеми руководителями вузов, СУЗов и со всеми тренерами, преподавателями. Может, пойдем поучаствую? Вот у нас в пятницу мы собираем всех директоров спортивных школ и конкретно разработанный вот этот план мы будем доводить до конца, что, как, чему, как будем выступать и так далее. И это все мероприятие разработано до мелочи. В общем, подготовка идет полным ходом, вот, что хотел сказать, вот, маловажная заметка была сделана, вот, наши, у нас сейчас, вот, как бы, да, тоже продолжается чемпионат Дагестана, наверное, по футболу, вот, как вот, насчет этого, с развитием у нас футбола, потому что немножко, вот, именно футбол у нас хромать, я знаю, что команда участвовала. В третьей лиге чемпионата России, это, между прочим, тоже довольно такой весомый результат был, вот, в этом году как-то не сложилось, не получилось, вот, как интересно развиваться горожан, и как наши футболисты. Вот, понимаете, меня тоже это очень, очень и очень беспокоит, я вот сам хожу через матч, можем, можно говорить на футбольный матч, ты, это значит, у нас выступает две команды, две команды, две команды, это вот, Хасайурт, наш, наша городская команда, и вторая городская команда, это Таймох. Ну, на сегодняшний день, я вот точно не могу сказать, что мы, мы можем второе или четвертое место занимает Хасайурт, а Таймох чуть пониже. Конечно, для футбола у нас есть вот частный клуб, есть Гаджи-Гаджиева, Победа ее называют частный клуб, там тренируются юноши, есть у нас, значит, она развивается в школе у Маханова, в школе, в других школах она развивается в футбол. Ну, есть, наши футболисты, по моим оценкам, есть некоторые на просмотре и в ЦСКА, и в Волгаре, и в других клубах есть, но, конечно же, у нас, видимо, не так много средств для особо такого, чтобы мы сделали такую команду, как бы, высококлассную и так далее. Но то, что делается для юношей, для юниоров, я думаю, очень на хорошем и качественном уровне. И, конечно, много проблем в этом виде спорта, я сейчас не хочу о проблемах говорить сегодня, потому что это уже не хочется говорить о проблемах. Есть проблемы тоже в этом самом, в командах тоже есть несколько проблем, они приходили ко мне, мы разговаривали на эту тему, и вот такие процедуры идут. Вот, знаете, как-то мне удалось совершенно случайно, действительно случайно попасть на пресс-конференцию президента футбольного клуба «Легион», сейчас вот создан Шамил Ахьялов, это лучший игрок футбольного клуба «Анжи». Вот, и он очень, знаете, очень тепло и лестно отзывался о футболистах футбольного клуба «Хасавил». Он, конечно, говорил, что есть несколько ребят из просмотра, я знаю, что там был, значит, боюсь ошибиться фамилия, Никитинка. Китинка, Григорян, Никита Григорян. Вот, ребята, которые проходят, вот в этом плане, я имею в виду, может быть, какое-то там сотрудничество, работа, навести с сотрудничеством. Дело в том, что она жила вот в первом туре, когда играл «Легион» и «Хасавил», мы сыграли с ним ничью, и мы не хуже играли, чем «Легион». Конечно же, у нас есть очень, ребята с очень хорошими данными, но развивать их нужно уже, наверное, на более высококлассном, как бы, уровне. То, что проводится на уровне «Хасавил», то, я думаю, это неплохо, я вот так считаю, неплохо. И город «Хасавил» представлен, что двумя командами, тоже неплохо. Вот мы от своего вот отдела выделяем 180-190 тысяч рублей только на их поездки. На их поездки. Ну, то есть поддержка есть. Поддержка есть. Поддерживает их и Дарвишевич, поддерживает их и Акмазов. Поддерживаем, значит, мы... Вот давайте мы, значит, раз уж осталось у нас чуть более пяти минут, чтобы уж совсем не ушли мы от основного темы. Да, и девочки, и девочки наши не заскучали. Вот я хотел, значит, спросить такой, значит, финальный вопрос будет. Вот как вам уровень проведения вот этих вот всероссийского фестиваля? Я имею в виду, какого встречали, размещали, вот имеется, есть какие-то какие-то там жалобы или проблемы? Если честно, вот я даже говорила, лучше, чем в Хасаирте. Нас еще не... Мы не видели, чтобы так хорошо встречали, как у нас в Хасаирте. У нас совсем другой подход к гостям. Я не говорю, чтобы плохо встречали на этом фестивале. Очень хорошо и разместили, и питание шикарное, и все. Но вот у нас все по-другому. У нас уровень. И все поздается в сравнении. В сравнении, да. Мы, конечно, в качестве гостей в Хасаирте как-то не были, потому что мы как бы сторона принимающая. Мы, судя по нашей работе, как мы работаем, как мы готовимся к приему этих гостей, у нас уровень, мне кажется, лучше, чем в Хасаирте нигде не может быть. Это не лезть, потому что там как бы уже ставший родной город. Все на высоком уровне у нас проходит в Хасаирте. И в плане культуры, там тоже очень хорошо. Хорошо принимают, да, доброжелательно все. И уровень проживания тоже неплохой. И досуговые какие-то моменты есть тоже, чтобы мы не скучали. И город-курорт, питание, да, хорошее. Город-курорт, есть куда пойти, где прогуляться. Но, как говорится, в нашем родном городе не хуже. То есть мы здесь можем как бы с гордостью говорить, что лучше уж вы к нам. Кстати, организаторы, они каждый раз говорят, вы, пожалуйста, приезжайте каждый год. Мы вас очень ждем, мы любим вас. Вот эти три такие взрослые, они, по-моему, даже олимпийские чемпионки. Светлана Александровна, вот, и Алешина. Призеры олимпийских игр. Эти три женщины, такие красивые женщины, организаторы этого фестиваля. Вот, вот они каждый раз говорят, вы, пожалуйста, приезжайте. Вы не оставайтесь у себя там, обязательно выезжайте. И вот они, мы приглашали их к себе, они говорят, у нас очень загруженный график. Они были вот в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх. Вот у нас все расписано. Мы бы с удовольствием приехали к вам. Мы мечтаем к вам приехать. Вот когда-нибудь, может быть, случится такое, что мы приедем к вам, и вот вы нас ознакомите со своей культурой, со всеми сторонами нашего, и со спортом нашим, и какими-то другими традиционными такими моментами. Да уж подумаешь, могли бы и приехать. Что уж там, я даже, наверное, можно было и потом поехать. Да, да, да. В связи с этим, как говорится, ну, раз уж мы уже эфир заканчиваем, хотелось бы, наверное, тоже от лица всех горожан вас еще раз поздравить, еще раз поблагодарить за вот такое вот достойное, как говорится, выступление, потому что мы действительно следили, мы действительно болели. За себя точно могу сказать это сто процентов. Вот, и почему-то, честно говоря, вот внутренне какое-то было спокойствие, или вот такая железобетонная уверенность, что так оно и будет. С чем-то приедет. Не, не с чем-то приедет, а вот именно вот так оно и будет. Поэтому никаких проблем и ожиданий. Вы знаете, это наша закалка. Это наша закалка, потому что Сагид Паша Дарбишевич, он всегда ставил работу на таком уровне, чтобы мы вот до этой планки добирались и старались еще выше, ни в коем случае не ниже. И вот в плане культуры тоже мы просто по-другому уже не можем, потому что нас настолько, как говорится, подготовили, мы настолько пытаемся, или все на высоком уровне, или никак. Либо хорошо, либо никак. Либо никак, либо вас вообще там, как говорится. И, конечно, хочется сказать нашему руководству, администрации, Акмазову, лица Акмазова, за то, что он поддерживает действительно. Есть многие города, которые, даже в Дагестане, не все города приехали в этом году на этот фестиваль, потому что нет финансирования, нет какой-то определенной поддержки. А вот мы уже целенаправленно едем. Вот приезжают некоторые просто, там, не знаю, и также в Анапе там были такие команды, которые приезжают просто отдохнуть. А вот мы и отдохнуть, конечно, и обязательно приехать. Ну, раз уже выиграли, уже и отдохнуть можно. Вот так вот, большое спасибо, что действительно поддерживается женский спорт у нас в городе. Вот надеюсь, это все будет развиваться на таком уровне, что мы действительно на этих всероссийских фестивалях могли и в игровых видах занимать призовые места. Вот на этой хорошей ноте, как говорится, и завершим. А на культуру мы всегда скажем. Да, я еще раз, значит, благодарю вас за то, что, значит, нашли время. Время теперь уже, как бы, вечернее, позднее, всем все надо. Как говорится, надеюсь на то, что мы будем вот так вот с вами встречаться очень часто, вот с такими кубками, наградами. Пускай это, как говорится, войдет в хорошую, добрую традицию. Вот, в следующем году, надеюсь, вы не забудете о нас. Вот, и мы, и мы, и мы, как говорится, вот эту вот церемонию награждения. То, как вы выигрывали. Вот покажем вот здесь, в прямом эфире. В профессиональном качестве. Да, в профессиональном качестве. Если вы, конечно, об этом не забудете. А вот этот кусок... Всем окуса к начальнику. А вот этот кусок мы уже в прямом эфире поставим, как напоминание. Вот, значит, вас, уважаемые зрители, благодарю за то, что были с нами все это время. Тех, кто недавно подключился, тоже, ну, к сожалению, пропустили. На канале YouTube Гелиос Хасаверт. Вы можете эту запись посмотреть еще раз. Значит, предлагайте ваши темы. Каждый вторник мы встречаемся в этой студии. И обсуждаем самые интересные темы на этом все. Я с вами прощаюсь. До свидания. До встречи.